Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Евгения Медведева вернулась в Москву. С каким тренером она будет тренироваться? Беттина Попова рассказала о проблемах фигуристов-спортсменов. Михаил Каледа покинул своего тренера. Ну а теперь обо всем по порядку. Бывшая российская фигуристка Беттина Попова рассказала о том, как спорт изменил ее понятие об отношениях между мужчиной и женщиной. В одном из своих интервью я сказала, что фигурное катание научило меня понимать мужчин. Это действительно так. Но странное дело, меня, 12-летнюю девочку, ставят в пару с более взрослым парнем. С 12 лет я терплю издевки партнера надо мной. Я слушаю от всех, что у него переходный возраст и просто нужно потерпеть. В 14 лет меня просят показать в танце секс и страсть и отношение к этому мальчику. Понятия не имею, что это такое. Методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется. Затем мы становимся старше. Наши взаимоотношения тоже развиваются, становятся все более сложными и неоднозначными. От всех вокруг я продолжаю слышать, что нужно терпеть, потому что это возраст такой. Пытаясь сохранить комфортные условия в паре, я становлюсь для партнера и другом, и коллегой, и компаньоном, и нянькой, и водителем, и врачом, и кем только угодно. Со стороны я вновь слышу, партнеров надо беречь, ведь их так мало, за них нужно бороться, надо терпеть. И к определенному возрасту я понимаю, что для меня не проблема найти общий язык с любым мужчиной, для меня проблема быть рядом с ним женщиной. Заложенное с 12 лет извращенное понятие взаимоотношений мужчины и женщины не давало мне долгое время трезво смотреть на отношения. Однажды на финале гран-при, на 6-минутной разминке, мы упали с поддержки. Ожидая нашего выхода на лед, весь тренерский состав столпился вокруг моего партнера, который ударился бедром. Я же, ударившись животом и диафрагмой, даже не могла дышать, и слезы стояли в моих глазах. Но я не стала всем говорить об этом, потому что нужно жалеть партнера, ему нужнее, надо терпеть. Если болел мой партнер, он всегда имел возможность долечиться. «Когда болела я, я не позволял себе пропускать тренировки, потому что уже и так было много пропущено. Я сильная, я могу потерпеть». Содержать партнера, постоянно действовать в ущерб себе, работать в постоянном страхе потери, так как если ты что-то делал не так, тебе сразу говорили, он найдет другую партнершу. Весь этот опыт мне пришлось долго выкидывать из своей головы, написала Попова. Также Бетина Попова рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются юные спортсмены. «Два дня после соревнований, вот сколько времени у меня было на мою юность. Как свойственно девочкам-спортсменкам в юном возрасте, спорт занимал все мои мысли. Относительно фигурного катания я была сумасшедшей фанатичкой. По сей день все мое окружение составляют люди, связанные с моим спортом. У меня не было времени ни на друзей, ни на развлечения, ни на первую любовь. Все мои мысли были такими – тренировка, учеба, не жрать, тренировка, учеба, не жрать». Тренеры безостановочно возвращали в моей голове направленность этих мыслей и страх. По дороге на каток и домой я учил уроки. Дома, лежа в кровати, я проходила программы в голове. Я могла потратить 4 свободных часа в день на 4-х часовый кросс, лишь бы сбросить лишние 100 граммов. Вся жизнь делилась на подготовку к соревнованиям и сами соревнования. Одни выступления закончились, два дня отдыха и начинаем готовиться к следующим. В эти два дня я и могла начинать жить, дышать и общаться, несмотря на спорные запреты общаться со своими соперниками. Позже в моей голове начали появляться мысли, что с таким рабским подходом, навязанным мне, нельзя стать успешным. Пустой человек никому не интересен, каким бы преданным своему делу он ни был. Спортсмены быстро взрослеют, у них нет детства, у них нет юности и очень часто они остаются несбалансированными личностями. Спорт это не только блеск медалей и педесталы, это тысячи поломанных детей, написала Попова в инстаграме. Российский фигурист Михаил Коведа покинул сбор в Новогорске. Ранее сообщалось, что бронзовый призер чемпионата мира 2018 года покинул группу Валентина Чепотаревой, в которой тренировался с 20 лет и приступил к сотрудничеству с Алексеем Мишиным. По информации, Коляда сослался на семейные обстоятельства и вернулся в Санкт-Петербург. Вернувшись в город, фигурист приступил к работе с Мишиным. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков подтвердил информацию о переходе Михаила Коляды к Алексею Мишину. В Федерации лежит пакет документов от Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга на переход Михаила Коляды к Алексею Мишину. «Мы со своей стороны не возражаем», — сказал Горшков. А вот почетный президент Федерации фигурного катания Валентин Писеев так прокомментировал переход Коляды к Мишину. «Я считаю, что его переход к Мишину в любом случае даст положительный эффект. Бывает, что с одним тренером у фигуриста не все получается. Хотя Валентина Михайловна Чебутарева очень старалась в работе с Колядой, я к ней всегда хорошо относился. Но у каждого есть свой предел возможности. Дай бог, чтобы он рос в мастерстве дальше. Парень в расцвете сил, женился, стал семьянином, что должно тоже сыграть свою позитивную роль. К сожалению, Коляда не раскрыл полностью своего потенциала. Парень интересный, пользовался авторитетом среди судей, был с хорошими перспективами. Но я не знаю, как он выглядит после болезни. «Я всегда на него надеялся. Жаль, что в трудных ситуациях его характер не всегда способствовал его успеху». Мишин умеет найти в спортсмене потенциал, а у Коляды он давно установлен и всем известен. «Возвращение Коляды к соревнованиям создает более конкурентную атмосферу в борьбе за призовые места на крупнейших турнирах», – сказал Писеев. Сам же Алексей Мишин сообщил, что его группа проведет сбор в Кисловодске. «Мы поедем 1 июля в Кисловодск. Сбор будет по 20 число», – сказал Мишин. «В группе Мишина тренируется чемпионка мира Елизавета Тултамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также победитель финала Кубка России Анастасия Гуликова и Андрей Лазукин. И теперь уже бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Михаил Каледа». А вот серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова так прокомментировала переход Михаила Каледы к Алексею Мишину. Отреагировала на этот переход достаточно спокойно, так же, как и на решение Саши Трусовой перейти к Евгению Плющенко. В принципе, это нормальная ситуация, когда в межсезонье происходят смены тренеров и спортивных клубов, так что ничего удивительного нет. Но в конкретном случае очень жалко тренера Валентину Михайловну Чебутареву, которую я очень давно знаю. Наверное, на моих глазах происходило их сотрудничество с малого возраста. И всегда бывает сложный момент, когда спортсмен такого уровня принимает решение уйти. В этой ситуации просто хочется поддержать Валентину Михайловну, сказала Леонова. Российская фигуристка Евгения Медведева вернулась в Москву из Японии. Спортсменка уже сделала отрицательный тест на коронавирус. Евгения Медведева прилетела в Москву, сделала тесты на коронавирусную инфекцию, которые были отрицательными. Сейчас Женя находится на самоизоляции, и как только она закончится, фигуристка планирует вернуться на лед. Рассказал об этом генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган. Медведева прилетела в Японию в апреле для участия в шоу «Prizzm on Ice», которое должно было состояться в июне. Позже шоу отменили из-за пандемии, и спортсменка осталась тренироваться в стране. А вот тренер спортсменки Брайан Орсер сообщил, что Евгения Медведева планирует вернуться в Канаду для продолжения тренировок после открытия границ. «Мы продолжим сотрудничество. Канадские границы пока остаются закрытыми. Женя планирует вернуться, когда у нее появится эта возможность», – сказал Орсер. Однако китайское издание «Сохо» предположило, что после своего назначения тренером сборной России Евгений Плющенко может взять под свое крыло еще одну звездную фигуристку. Фактически, после перехода члена сборной России Александра Трусовой из группы Тутберидзе к Плющенко стало понятно, что «Ледяной принц» квалифицировался в качестве тренера национальной команды. Здесь целесообразно упомянуть, что Плющенко также сыграл важную посредническую роль в переезде Евгении Медведевой в Канаду после зимней Олимпиады в Пхенчхане. По имеющимся сведениям, включение Плющенко в тренерский состав сборной России может вызвать другую цепную реакцию возвращения Медведевой. В конце концов, ее работа в Канаде в последние годы не была успешной, отмечается в заметке «Сохо Спортс», чьи статьи суммарно имеют 26 миллиардов просмотров. Сейчас двукратная чемпионка мира Евгения Медведева находится в Москве, и пока неизвестно, с каким тренером она будет работать. Почетный президент Федерации фигурного катания Валентин Писеев считает, что Этери Тутберидзе должна получить премию ISU Skating Awards как лучший тренер. Тутберидзе является лучшим тренером мира. Для меня даже и вопросов не возникает. С ней действительно связана эпоха, которую она сама создала. Наверное, Клейгенгаус должен мелькать среди лучших хореографов, так как он отметился интересными программами с такими сильными спортсменками. Но мне лично ближе говорить о тренерах, потому что считаю, что сложно объективно оценить вклад хореографа в успех спортсмена. Еще работа хореографа – это дело вкуса. Кому-то может нравиться, кому-то нет. А тренеры более на виду, да и спортсмен на льду ясно показывает, чему научил его тренер. С другой стороны, если лучшим тренером признают Тутберидзе, чего она заслуживает, то хореографа номер один, наверное, стоит выбрать иностранного. Хотя любого из трех номинантов пускай признает лучшим, самое главное, чтобы Тутберидзе взяла свою премию. Это, на мой взгляд, рассказал Песеев. Субтитры создавал DimaTorzok